Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов между клубами Айнтрахт и Спортинг. Информация будет полезна пользователям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Игры в Еврокубках. Соперники начинают свой Еврокубковый путь сразу с групповой стадии Лиги Чемпионов. Посмотрим, как Айнтрахт и Спортинг играли в минувшем Еврокубковом сезоне. Спортинг выбыл в первом раунде плей-офф Лиги Чемпионов, проиграв в Манчестер-Сити домашний матч 0-5. В выездной ничья уже не имела значения. В 8 играх португальцы выиграли только трижды, 4 матча проиграли. 6 из 8 матчей были очень результативными, на 4 гола и больше. Айнтрахт выиграл Лигу Европы. Из 13 матчей Айнтрахт выиграл 7, проиграл только одну игру. 5 игр закончились в ничью, причем 4 раза со счетом 1-1. Интересно, что дома Айнтрахт выиграл только два матча, а на выезде аж 5 игр, включая победу над Камп Ноу. В 10 матчах с участием Айнтрахта забивали обе команды. Последние матчи команд. По состоянию на 1 сентября Айнтрахт не проигрывает в последних трех матчах, во всех этих играх забивали обе команды. Спортинг последние два матча проиграл в сухую, нулевая серия Спортинга достигла трех матчей. Обе команды не очень удачно начали новый сезон и после четырех туров находятся в середине турнирных таблиц своих национальных чемпионатов. Прогноз на исход матча. Айнтрахт идет фаворитом на эту игру, но в минувшем сезоне немцы неважно проводили домашние матчи. Поэтому с учетом того обстоятельства, что Айнтрахт ну очень уж любит счет 1-1 на эту игру, логично взять вот не проигрыш гостей с хорошим коэффициентом 1.72. Тотал голов. Спортинг очень результативно отыграл минувший еврокубковый сезон, а Айнтрахт в плане результативности играл примерно 50 на 50. В последних играх обе команды неизменно играют на два или более забитых гола. Поэтому два гола в предстоящем матче мы должны бы увидеть, увидим ли больше, это вопрос. Опять же, учитываем любовь немцев к счету 1-1. Коэффициенты примерно соответствуют потенциальным рискам, поэтому здесь, как говорится, дело вкуса. Обе забьют да нет. Но здесь гораздо больше предпосылок для забивного матча, и даже невысокий коэффициент 1.60 не должен быть препятствием для этого варианта. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч обе забьют да коэффициент 1.60. Оптимальный вариант тотал больше 2.5, коэффициент 1.74. Доходный вариант ничья коэффициент 1.74. Как оно будет на самом деле покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.